Девушки отдыхают 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 Хотя, может, хватит? Ну, мысли, они, так сказать, по-моему, всегда могут к человеку прийти. Но вот это есть некое такое очень важное напоминание. Мне кажется, может быть, стоило даже чаще напоминать людям о кресте Господнем. А тут, ну, вообще-то церковь, украшая храмы крестами, благословляя, носить на шеи крест. И вот уже с 18 века и священники носят крест. То есть это постоянно. Ну, вот именно напоминание о его значении, потому что к кресту относятся порой просто как некое украшение. Ну, для этого каждый христианин, в общем, должен пройти такую школу. Нужно христианству научиться. Конечно, если просто, ну, формально что-то подражая внешне выполнять, то это не станет никогда христианством. Если будешь лишь участником, ну, контекста христианской культуры. Ну, ходить по улице, видя храмы, умиляться, там, колокольному звону, ну, не понимая, что в храме происходит, что это означает. Ваше, ну, простите, вы как-то сказали, что один из путей, как стать христианином, это ходить каждое воскресенье в храм. Вот ходи в течение полугода и обязательно веруешь, придёшь, так сказать, к вере. Не совсем так. Я говорил про наш храм. Потому что в виде этого человека я обязательно в проповеди последовательно касался, исключительно, ну, а повторение матьючения и другим полезно, всегда касался каких-то вероучительных вещей, приглядывая за ним в тот момент, когда его внимание наиболее глубоко. Это могло быть в начале, могло быть через 15 минут. Но так как он стоял всё время на одном месте, и, в общем, я даже и рекомендовал вот тем людям, которые очень хотели уверовать, «Приди, встань на место, чтобы тебе хорошо было меня видно и алтарь». Вот, и поэтому тут это было... Это не просто вот в любой храм. То есть человек должен ещё и слышать. Мне вот один батюшка рассказывал, что в том храме, где он служил, была женщина, которая все службы посещала на протяжении десятков лет, может быть, 30 или 40. Вот. И она говорит, ну, батюшка, ну, вы скажите ей. Ведь она говорит, что Христос еврей. Ну, он был сперва еврей, но потом Иван Креститель в нашу русскую веру уже его перекрестил. Ну, вот такие сведения. А другой батюшка рассказывал мне, когда он, ну, ревностный молодой священник, служил в селе. И он на исповеди столкнулся, показывает на крест. Крест, Евангелие, на исповеди. Говорит, ну, вот на кресте кто? Ой, батюшка, очки забыла. То есть вот разная бывает вещь, что человек может и в храм ходить. И так о том, кто в русскую веру Иисуса Христа потом крестил, иметь такие, ну, очень, я бы сказал, оригинальные сведения. Ну, это, мне кажется, такие из ряда вон выходящие случаи. Ну, поэтому они им не запомнились. Ведь тех людей, о которых я говорю, они давно уже умерли, потому что это 30 лет назад они были старенькие. Какие качества в людях наиболее ценит наш Господь? Ну, так нельзя сказать. Потому что Господь не выделяет никаких качеств. Он человека знает всего. Вот. Но те качества, которые от Бога, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание, вот эти качества искомые. То есть каждый человек должен их искать. И они поддаются Духам Святым. Поэтому понятно, что эти качества наиболее Богу, ну, приятно видеть в человеке, потому что они божественного происхождения. Но ведь каждому Господь хочет эти дары преподать. Ну, понятно, но ведь он же сам сказал, не мечите бисер перед свиньями. И сам того не делает? Нет. Как нам выйти из состояния свинства? Ну, начать с уборки помещений, потом подъездов, потом улиц. Но это внешнее. Нет. Нет. Это не внешнее, но это очень легко. Вот, допустим, не бросать окурок на асфальт из автомобиля или прям пачку сигарет. Вот сегодня я наблюдал, идет молодой человек с девушкой, мне навстречу, он открывает сигарету, ну, какие-то от нее отрывают бумажки, которые мешают достать вожделенный предмет, угощает девушку сигаретой, а бумажку бросает. Вот прямо на землю. Когда человек в таком состоянии души, он христианином быть не может. Ну, взять, смять бумажку, положить в карман, а вечером выбросить в мусорное ведро или, ну, запомнить, что у тебя в кармане бумажка и достичь первой урны и туда ее положить, это вообще, ну, пустяковая вещь. Но если человек не может сделать пустяковую вещь, что говорить о чем-то важном? Начинать нужно всегда с пустяков. Самых таких простых вещей. И у свинства, оно вот с таких вещей, борьба с ним начинается. С очень простых. Сначала свинство такое физическое. Внешне. Да, потом это переходит внутреннее. Батюшка, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Говорю. Алло. Да, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Я раба Божьяни Лена из подмосковного города Чехова. Я хочу, у меня вот такой вот вопросик. Вы знаете, у меня вот такая беда случилась. Муж у меня погиб полтора года назад. Ну, вот я много слышала такого, что вот во сне он ко мне приходит очень часто. Не скажу, что с плохими намерениями приходит. Нет, с хорошими. Поддерживает меня. Все. Обнимает. Ну, знаете, даже слезы вот наворачиваются. Потому что я много раз слышала, что это... Много раз могут приходить демонические силы. Ну, вот как бы я хотела бы вот узнать ответ на этот вопрос. Потому что... Обождите. В чем ваш вопрос? Вы можете сформулировать вопрос? Ничего не слышу. Очень люблю его. И очень скучаю. Вы можете сформулировать вопрос? Сформулировать? Можно ли такому сну доверять? В каком смысле доверять? Она говорит, приходит муж. Ну, муж не приходит, это же сон. Чему тут двери? Не опасно ли это для души такое общение? А это скоро пройдет. То есть это просто... Такое суеверие. Острота памяти. Суеверие. Ну, ты так понял это, что вот женщине желательно именно это узнать. Но она сказала, что часто знает, что приходят демонические силы, чтобы обмануть. Нет, они могут приходить. Могут. Так сказать, всякие сны навевать. Это нужно немножко стараться отличать то, что было во сне, и то, что было в реальности. Жить тем, что происходит во сне, нельзя. Это уж точно. Она подходит ко мне, раба Божий говорит, батюшка, вот мама умерла и не снится. Почему? Вот, говорит, у моей подруги снится ее мама, а моя нет. Вот она переживает, что мама не снится. Говорит, видно что-то не так, что-то неправильно. То есть человек ищет сна, ищет общение во сне с тем, кто вот ему дорог. Ну вот, такие поиски могут увенчаться. Вот, она этим батюшке сказала, а бес услышал, он может ей устроить кино. Там уж придет. Может быть. Не обязательно, но, во всяком случае, раз человек хочет, ожидает. Как быть с такими грехами, каясь в которых я точно знаю, что совершу их вновь? Например, осуждения или же грехи, совершение которых зависит не только от меня одной. Каюсь и в то же время испытываю стыд, потому что знаю, что оставить его в скорости не смогу. Как здесь быть? Я вот немножко не понимаю, что значит быть. Ну, оставайся грешником. Ведь существует три возможных способа отношения к греху. Первое – не грешить. Второе – согрешил каяться. Не исповедоваться, а каяться. Третье – не каяться. Но тогда то, что Господь пошлет для исцеления, безропотно терпеть. Есть желание каяться, но нету сил преодолеть. Ну, нету сил, значит, Господь поможет скорбями, болезнями. Только надо их терпеть безропотно и не говорить, за что это мне. Не за что, а чтобы тебя вылечить. То есть тогда третий вариант приходится проходить. Да. Есть вопрос у нас еще. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо. Пожалуйста. Рады стараться. Здравствуйте. Вас беспокоит раба Божия любовь. Меня интересует вопрос из Евангелия от Луки. Когда о неправедном управляющем, который обманывает своего господина. И у меня вот эти последние строчки. Я говорю вам, приобретайте себе другие богатства неправедны, чтобы они, как-то обмещаясь, приняли вас в эти вечные обители. Это, я не понимаю, вот этот обман. Спасибо. Объясните мне, пожалуйста. Отец Александр, пожалуйста. Мы это объясняем уже в сороковой раз. А в этом случае я всегда прошу отца Александра. Человек жил во грехе. Приворовывал у своего хозяина. Когда пришло время давать отчет. И уже управлять дальше имением не мог. И, соответственно, теряет место заработка. Он придумал такую вещь. Он решил пожертвовать своей частью того, что должны были хозяину должники. С тем, чтобы эти должники впоследствии о нем позаботились. Вот, собственно, со что Господь похвалил этого неправедного правителя. Что он не пожалел своего, своего неправедно нажитого богатства ради того, чтобы приобрести друзей. Поэтому каждому из нас Господь предлагает всем, что мы владеем здесь на земле, а оно неправедное наше богатство, ибо оно не есть наше, жертвовать ради Царствия Небесного. Вот смысл этой притчи таков. Батюшка, может ли смирение исчезнуть в человеке? Совсем нет. Если смирение войдет в навык, то какие-то его следы обязательно останутся. Но есть такое понятие, как ложное смирение, и часто люди... Есть ложное опиата, ложные белые горькуши, и все ложное, что хочешь есть. Бывает ложная праведность, это фарисейство. Ложное, что хочешь, бывает. Но если человек достиг истинного смирения, то покинуть оно, как его можно, или потерять? Ну, как согрешить, благодать Божия отойдет. То есть человек, даже достигший такого вот высокого духовного уровня, как смирения, может все равно впасть. Но это же не он достиг, это же дается благодатью Божией. А благодать Божия всегда может покинуть человека, если он, ну, допустим, кого-то осудит. Или как-то, может, страшно выругается, или обидится на кого-то. То есть неважно, каких высот духовных человек достиг... А это в одну секунду можно всего лишиться. Как воздушный шарик, маленькая иголочка. Он моментально опустошается. Что главное в духовном наставнике? Опытность и желание с тобой возиться. А как узнать эту опытность? Ведь пока с ним... Чисто практически. Не пообщаешься? Чисто практически. То есть если человек вдруг понял в процессе общения, что... Ну, тебе с этого какая-то польза есть? Но польза-то какая? Каждый же человек себе хочет чего-то своего. Порой иной наставник наоборот человека начинает, ну, как-то смирять очень так, серьезно. А человеку не нравится. И вот как понять, полезно это, не полезно? Ну, если не можешь понять, и не надо, смотри, какие другие вещи для тебя будут понятны. Так же не бывает, что человек вообще ничего не понимает. А можно ли к священнику относиться с верой в то, что через него по-любому Господь откроет свою волю? И просто вот исполнять то, что священник назначает? Я бы не рекомендовал сейчас. Может, когда-то, в раньше времена, это было возможно. Сейчас надо все проверять святоотеческим учением и священным писанием. То есть раньше человек мог быть несведущим, ну, или, скажем, неграмотен. Ну, и потом, конечно, ведь духовенство, оно деградирует вместе с народом. Они же не на деревьях растут. Вот. Это же тоже продукт нашего народа. Поэтому, к сожалению, немощи также переходят из народа и к духовенству. Поэтому так вот, безусловно, относиться к этому, как к дельфийскому оракулу, это чрезвычайно опасно. То есть даже готовность человека следовать воле священника, оно может навредить человеку? Оно не может навредить. Оно навредит всегда. И вот тогда возникает вопрос. А где же тогда взять такого наставника, который бы не навредил? Не надо заниматься глупостями. Существуют академики медицинских наук. И существуют члены-корреспонденты медицинских наук. Знаешь, это же просто доктора, потом кандидаты наук. Поэтому, чтобы тебя ввел твоим лечащим врачом, был академик, достичь этого, это утопия. И его даже на родственников не хватает. Поэтому это бессмысленная затея. Но так как люди не хотят вообще не иметь никакой ответственности, ни свою жизнь, ни, так сказать, вот. Все хотят какие-то рецептики готовенькие. Сморкнулся через левое плечо, через правое плюнул, в источник окунулся, три раза перекрестился. Опа! И все прошло. Вот человек, что хочет. Вот. А когда ему говоришь, что вот, ну ты хоть Евангелие почитай, у него сразу какой-то скучный вид. И глаза тускнеют. Ну, к сожалению, так. Поэтому даже если и будет многоопытный человек, он никогда не будет с таким человеком заниматься. С лентяем и бездельником, и глупым человеком. Потому что еще Суворов говорил, неверующее войско учить, это все равно, что перекаленное железо точить. То есть это бесполезно. Булата из этого не получится. Зачем тратить время? Как Господь о каждом промышляет? Как-нибудь доуправит? А возможности человека ограничены. Есть еще вопрос у нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот смеху-то, да? Я хотела задать такой вопрос. Знаете, действительно, что мы люди грешные, что мы люди все. Ну, возможно, даже и вы, все грешные, да? Да еще грешнее вашего. Ну, согрешил там осуждением, согрешил раздражением, согрешил еще нечего-то. Ну, это понятно, что вот Алексей Ильич Отиков говорит, что не успел отойти от причин, и как уже себе выступили на ногу, и началось, и пошло и поехало. А вот у меня такой вопрос. Святые люди, вот те, которые окончательно, как бы не окончательно, но достойно так очищены своим покаянием, своей жизнью такой, не такой, как у нас, естественно, они в чем каялись? Вот я смотрела такой фильм, когда Иван Крестенкин каялся. Наисканый. Вот показывали, как потом он читал покоенные молитвы. То есть благодарственные молитвы после своего покаяния, за то, что он причастился и так далее. Вот такие люди, люди такого уровня, в чем они вообще-то обликаются? Ведь они же, мне кажется, безгрешны. Ну, мало ли, родная моя, что вам кажется. Когда вам будет еще что-нибудь казаться, вы перекреститесь и скажете, Господи, помилуй, безгрешен один только Бог. Вот запомните. Один, а святой – это не значит безгрешен. Святой – тот, в ком живет благодать Божия. Святой – дух. Поэтому и человек святой. По благодати Божией. А не сам по себе. Вот он такой хороший. Понятно, что живущая в нем благодать святого духа, она сохраняет человека. Потому что сам человек боится потерять благодать. И когда ему наступит на ногу, он спокойно терпит. Может даже спросить, удобно вам на моей ножке стоять? Тогда стойте, пожалуйста. Батюшка, вот два грешных человека. В одного вселяется дух святой, благодать Божия, а в другого нет. Да. Смиряется в смиренного. То есть вот наступили, один орет, ты куда встал, ты что делаешь, а второй молчит и терпит. Да. То есть вот в этом разница. Да. То есть в отношении к тому, что происходит с человеком. Ну а если просто человек по своей природе вот от рождения сдержанный, терпеливый. Ну очень хорошо, но сдержанный, терпеливый это еще не смиренный. Это значит, что ему легче прийти к смирению. Он уже, так сказать, ну две ступенечки прошел к смирению. А смиренный это тот, кто даже в душе не помыслит что-то худого? Нет, степень смиренная разная. Вот женщина спрашивала про святых. Однажды в алтаре, в одном монастыре я приехал на праздник. Вот. И во время кофизм было довольно душно, жарко. я в алтаре решил присесть на такую, ну там такие банкеточки стоят, вот, и сел. Вот. И потом чувствую, что я сел выше, чем вообще-то тумбочка. посмотрел, а это человек. Я сел на одного человека. А когда человек встал, я увидел, что это один, ну, мне известный святой человек. Он, он даже вид не показал, что я на него сел. Представляешь, какая туша? Он не крикнул, не закричал, не постарался меня сбросить. Как-то. Вот. И это, конечно, длилось на секунду. Потому что я сразу понял, что я сел. Ну, было темно, ведь свечи гаснут. Вот. Темень в алтаре. Вот. Во время кофизма. Вот. А он просто встал на коленочки и локтями опёрся на эту тумбочку. Вот. Так сказать, решил таким образом помолиться. И вот я увидел, как вот святые реагируют на то, что огромная туша сядет им чуть не на голову. Это я этот урок никогда не забуду. Сейчас вот я вспоминаю, прошло уже лет 15 с этого времени. Василий Батюшко, есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Хорошо. Ну как вы, скажете что-нибудь? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, такая честь дозвониться вам, я уже год пытаюсь, и все, спасибо. Ой, не говорите, я очень рад, что ваши труды не пропали даром. Отец Дмитрий, я тёска, ваш Дмитрий тоже. Вот везёт-то, да? Спасибо вам большое, тепло дарите, но вот как у вас у здравомыслящего очень мудрого хотелось. Ой, я страшно мудрый, не надо мне это рассказывать, я это уже выучил наизусть. Хорошо. Да. Нет, помогите, пожалуйста, моим бренном вот этом всем. Так в чём же бренном вам помочь? Посмотри, я не могу понять арбитет, например, тщеславие, чем отличается от того, что человеку хочется рассказать помочь? Подожди, это рассказать или помочь? Это что-то вообще разное. Вы меня слышите, нет? Да, слышу, конечно, я перевернувшил, как вы говорите. Хорошо, но вот хочется рассказать помочь. Вот, рассказать это одно, помочь, это другое. Я что-то не понимаю, как это связано. Ну, вот, иногда слово можно и помочь, и сразу помощь. Может, подсказать? Ну, иногда можно, а иногда это выглядит, как что человек вмешивается не в своё дело. Ну, я хотел отличить вас как у вас священника, спросить, чем отличается тщеславие, как, например, желание помочь человеку, многоумие, а там много думать. Понимаете, какое дело? Если тебя не спрашивают, то лучше не помогать. Только в таком случае, ну, вот, в чём-то таком телесном, допустим, несёт человек тяжёлые сумки, ну, предложить ему помощь. Сказать, вам не требуется помощь, я могу, так сказать, вам помочь. Вот, или уж человек упал, подойти, поднять. Это как само собой, потому что человек, когда упал, этим как бы он взывает к помощи, к нам. А так, когда начинать человеку помогать, когда он вообще и не спрашивает, это чаще всего бывает неправильно. Но нередко люди по такому может быть смирению, а может быть по стеснению не просят им помочь, хотя видно, что он нуждается. ну, что ж, если ему действительно очень остро нужно, он обратится. в такой ситуации всё равно? Всё равно надо одну или, может, полторы секунды подумать. Но разве мы не должны как-то спешить на помощь, когда мы видим, что человек нуждается? Ну, да. Вот человек упал, рассыпал содержимое сумок, а мы подходим с алюминиевым стульчиком, раскладываем, начинаем думать, помочь или нет. Это неправильно. То есть, вот, надо соображать. В какой ситуации? В какой ситуации, как, уместно или нет. Когда нужно быстро помогать, на слова не тратить времени, когда можно секундочку спросить. Влияет ли религия на характер человека? Конечно. Очень даже. Не только на характер. На все устремление жизни, на понимание ее, на степень важности каких-то вещей. но говорят, что характер это как есть некое наследие от своих предков. Нет. Характер это все-таки личностные характеристики. А на личность влияет религия, национальность, место жительства, семья, образование, прочитанные книги, друзья, работа и атмосфера в обществе. Потому что человек животное общественное. Он поддается всяким таким общим общественному мнению. Общественному мнению. Делали эксперимент. Помещали предметы черные и белые. Ну, по очереди. И вот если поместить белые, и когда весь зал говорит, что это черные, то те, которые испытуемые, они начинают этому поддаваться и даже видят черное. Но как мы сейчас видим в мире, все стало уже смог на голову, и люди полные уверенности, что такая психологическая особенность используется в пропаганде. Много раз повторенная неправда, а человек зависит именно от того общества, мнение которого он ценит. Обществ всяких разных много. Они по национальному признаку, так сказать, может быть, какая-то компания, или какое-то общее уголовное дело, или там искусство, которому люди служат, например, или коллектив на заводе многотысячный, это очень будет влиять на человека, очень трудно плыть против течения. А вот христианство это как расплавание против течения. Есть вопрос у нас еще, батюшка? Здравствуйте, слушаем вас. Сижу. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Батюшка Дмитрий, хочу выразить вам свое уважение и задать вот такой вопрос. У меня непростая ситуация в семье. Мой муж попал в психиатрическую клинику, тяжело себя чувствует. И вот мне рекомендует в психиатрической клинике определить его в интернат для больных людей. Скажите, пожалуйста, я вот как жена его, я буду грешна, или как мне в этой ситуации повести? Будьте любезны. надо повести так, как ему будет лучше. Если вы дома сумеете организовать квалифицированную медицинскую помощь без всякого ущерба для него на здоровье, если нет возможностей, тогда надо в интернат. И чем чаще будет навещать, тем лучше. А грех на мне будет? А я немножко не понимаю, что это значит грех на мне. Ну вот я супруга я должна как тягот для супруга нести? Нет, ну тяготы, понимаете, вот супруг заболел, вы его определили в больницу, вы же как супруга разве должны нести тяготы, зачем там в больницу класть? Несли бы тяготы дома, вот это тоже странно. В больницу значит можно класть, тяготы несет больница, а в интернат значит нельзя, потому что это уже тяготы. Надо исходить из вполне реальных вещей. Просто боюсь наказания. Ну вообще-то это хорошо, что у вас есть такой страх, но вы рассудите трезво. Надо исходить из возможностей и смотреть, как ему будет лучше. Ну вот такой вопрос очень нередко возникает, батюшка. Например, старенькая мама, которая уже ну просто не может ничего понимать и просто ад полный дома устроила, можно ли ее поместить в дом для приставов? Конечно, а почему нет? Считает, ну как же, я избавляюсь от собственной матери. Не от собственной матери. Есть такая мотивация, это греховно. А мотивация избавляя своих детей от ада, это потому что это все-таки случай редкий. Обычно пожилые люди, конечно, они доставляют какие-то неудобства. ну и только все, немножко потерпеть, ничего страшного. Вот, а если человек, ну да, как мы говорим, выжил из ума, ну вот, что, одно дело, ну он как бы не различает день с ночью, там это, одно другое, а ведь бывает и с ножом набрасывается, и кидается предметами, ну что он сделает. Дома ты же не обеспечишь даже его безопасность. Он может все-таки в таких интернатах там окна зарешетчены, а тут он может подойти к окну и прыгнуть. И кому будет от этого хорошо. То есть нужно исходить из ситуации. Это может только человек оценить, который внутри этой ситуации находится. я совсем не за то, ну вот я 10 лет ходил в дом престарелых для психохроников. Ну вообще-то вот обслуживающий персонал, ну это просто святые люди. Так они относятся к своим больным, это удивительно. И вот к духовенству с такой любовью, я там причал, там и по 30, по 35 человек. Вот. И как-то люди эти, ну просто светлели. И у них разная степень. Ну все, конечно, болящие, но степень этих болезней разная. Бывали, ну практически вот, могли бы и жить и дома. Но просто дома никого нет. А совсем одному нельзя, невозможно. Вот. Всегда чистота, всегда накормлены. Вот. Ну, в общем, и сами вот люди, которые вот так к ним относились, ну вот как к родным, ну, там были женщины, конечно, но мужчины тоже были, как к родным бабушкам и дедушкам. Ну, может быть, это такой единственный у нас в Москве, но я только в один ходил. Вот. Ну, несмотря на то, что 10 лет я туда ходил, у меня вот самые светлые воспоминания. Вот, многих помню в лицо. Вот. Но потом уже другому батюшке передал этот крест, потому что он там рядом жил, и он говорит, ну, я хочу там тебе помочь. Вот. Чем могу? Я говорю, ну, вот это сможешь сделать. Ну, и езда по Москве стала тяжелой уже, потому что это на совсем другом конце Москвы. Вот. Ну, я считаю, что вот это... И вот самый светлый такой был из прошлого период в жизни, когда оттуда уезжал, прям как на крыльях. тоже понятно, что такого отношения дома нельзя, потому что, ну, я вижу, в чем каются внуки, все время там обидел бабушку, та-та-та-та-та-та-та. Да, порой этим людям стареньким там лучше, чем дома. Хотя бы в том плане, что они кому-то нужны. Они нужны, их поддерживают, лекарствами если какое-то обострение но сезонный лечеб как он при тут же врач он смотрит беседует что-то какую дозировку увеличить лекарство он уже успокаивается там ну не знаю не было никакого впечатления что там существует какое-то воровство или плохо относятся потому или там вот ну вот что люди долго не живут сколько лет ходил и очень редко что сообщали что кто-то умер есть вопрос у нас бачка алло слушаю вас здравствуйте батюшка здравствуйте здравствуйте батюшка у меня знаете какой вопрос у меня ребенок писал секцию детскую по греко-римской борьбе и на время тренировки нас преподаватель говорил что они могут вредить другому ребенку или моему ребенку нести вред мы снимали на время тренировки как бы я привязывала к мальчику ребенку но у нас бабушка она очень такая воцерковленная и казалось что нельзя это сделать и вот мы сейчас не посещаем эту тренировку эту секцию хотя ребенку очень нравилось и вот я не знаю правильно ли я поступаю или все-таки как-то это вот дело ведь в вере а не в том что вот мы на время конкретных вот ну то есть мы очень сильно вот сомневаемся хотели бы от вас получить ответ ну я считаю что очень напрасно ничего страшного и к маечке привязывать это тоже понимаете они же в маечках борются не раздетыми по пояс специальные существуют такие комбинезончики для вот классической борьбы и конечно если крестик особо металлический это конечно или на цепочки это безусловно это может и порваться и как-то вонзиться поэтому ничего в этом страшного нет даже если металлический крест очаг в баню идет он его должен либо снять либо обмотать тряпкой иначе он просто обожжет себе кожу это же когда человек снимает крест это же не значит что он отрекается от вера это просто на период от тренировки ничего это не есть какая трусость там или что чем можно удивить бога глупейшим вопросом я все тоже так подумал вот видишь иначе точно ну хотя бог он знает нас насквозь ну может я ошибаюсь но мне кажется вот глупым вопросом вполне может как человеку может такое притягивать апокалипсис греческого снятие покрова или завесы откровения бывает ли так что происходит апокалипсис для данного человека еще в его земной жизни сколько угодно только мы не именуем это апокалипсис а мы именуем это либо уроком либо по-славянски наказанием что тоже значит что и урок то есть господь дает наказ открывает человеку нечто да не нечто а последствия его собственной жизни для того чтобы он устрашился и перестал отец священник не благословляет сыну жениться хотя тот любит девушку с детства она православная и тоже дочь священника может ли сын нарушить отцовское и священническое благословение а смотря какая мотивация отца то есть может быть у него есть какой-то серьезный аргумент но это аргумент должен подтвержден быть так сказать священным писанием преданием церкви а это если просто блажь какая-то ну да не нравится мне не нравится ну да мне не нравится это это не аргумент это уже или там отцы не дружат монтеки капулетти уже никаких роман с жилетами невозможно это как бы несерьезный аргумент есть вопрос здравствуйте мы вас слушаем здравствуйте батюшка я хочу вот у вас спросить достойно причастившимся себя наверное не должен читать не один православный христианин но все-таки вот как узнать что причастился не в осуждение очень просто если думаешь что не в осуждение значит находишься в бесовской прелести вем господи яко недостойно причащаюсь и суд себе ям и пию это кто сказал василий великий а мы не больше василия великого поэтому если такое ощущение что достойно причастился значит уже в прелесть по впал пачка вот как тут как-то меня спросили с каким чувством человек должен отходить от чаши только что притись причастившись человек ничего не должен чувства посещают человека самостоятельно а должны быть чувствами как во христе иисусе господи наш как апостол сказал но вот чувством недостоинства благодарности какой-то не достоинство благодарность очень правильно все отхожу от чаши господи недостойно я причастился но я тебя благодарю за то что ты снизошел к моей немощи все это очень даже правильно а если достойным уже все выйдешь из храма более осужденной чем тот который причастился недостойным нередко видно как люди отходя от чаши ну чуть ли не тут же начинают что-то обсуждать между собой ну да потому что для них это важнее предмет обсуждение чем общение с господом то есть это именно по не чувствование что ли того то есть не чувствование незнание непонимание может знать вот спроси там иного ученика воскресной школы чего-то причастившись он тебе тут же выпалит но он ничего не не понимает все он как знает что по этому поводу нужно говорить а вот это понимание от чего зависит от веры и от общения человека с богом насколько оно глубоко потому что большинство людей не имеет общение с богом они думают что надо вот все прочитать обязательно то есть исполнить некое правило ну да но говорят что вот так вот от себя говорить с богом это дерзко ну говорят я слышал как говорят что кур доят ну никогда не видел даже сомневаюсь если у птиц молоко хотя никто говорит он все имел кроме птичьего молока когда предполагается что значит оно есть где то ну да ну хотя в кондитерском магазине на коробке пишут ну лучше бы не обознаться отец Дмитрий ответьте пожалуйста из чего складывается судьба человека почему в одной семье дети рождаются такими разными с разными привычками разным интеллектом родители одни семейные отношения одни воспитание одно а дети столь разные я сегодня одному человеку сказал на ухо скажу давай тебе один секрет расскажу только никому не говори судьбы нет нет судьбы как на березе нет одинаковых листьев так и нет двух людей одинаковых и не бывает одного и того же воспитания потому что уже разница в возрасте да родители уже не того возраста да более опытно а может быть меньше внимания уделяют дети так не бывает что в семье одному ребенку вот столько времени выделяется и другому столько же не бывает может ну это все ну такие посылы неверные судьба то абсолютно ни при чем кажется что семья это как инкубатор все должны прямо вот выходить ну тебе это лучше всех знать ну есть нет вообще вот я смотрю на твоих детей ну все разные хотя и твои сразу узнается что это вот твои детки порода чувствуется а все таки все раз и выражение лица все раз муж запрещает мне общаться с подругами причем не только ходить в него гости но и приглашать к себе но даже звонить и писать письма говорит что в библии ничего не сказано о дружбе да и вообще место женщины только в семье друзья ей не нужны неужели это действительно так так как же православие относится к дружбе и действительно ли православная женщина и жена не должна иметь подруг не знаю первый раз слышу это какое новое суеверие я не успел еще с ним ознакомиться вот да будет известно дорогому супругу что Иоанн Предтеча именовался другом жениха если по поводу того что в библии ничего не сказано о дружбе то это не так Лазарь был друг Господа нашего Иисуса Христа поэтому он либо ну совсем не отесан поэтому как бы он не может вещать от священного писания либо намеренно врет что еще хуже про апостола про апостола вы уже други мои да нет ну надо взять симфонию взять слово друг и выписать и все прочитать что там библия говорит о дружбе ну че он ерунду говорит все все батюшка наше время стекло пора прощаться всего доброго до свидания еще раз крестопоклонной недели вас спасибо вам за вопросы ваши всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания